Что значит хозяина дома нет? Просто взялась, завалилась на кухонный стол. Сима, это что-то такое. Это бред какой-то, Сима. Твое поведение неадекватное. Неадекватное твое поведение, Сима. С чего ты решила, что ты здесь хозяин кухонного стола, Сима? С чего ты решила, что ты хозяин кухонного стола, Сима? Слази. Ты охраняешь хрустики свои? Да? Хрустики охраняешь. Хрустики охраняешь. Хрустики охраняешь. Хрустики охраняешь. Мы вышли в такую красоту. Немножко погулять с Яськой. Восемь часов. Хотели, правда, Мику встретить. Но Мика сказала, что она нам сейчас заказала суши. На доставку в течение часа. Так что нам надо будет потихоньку топать. Обратно домой скоро. Да не могу успеем, все, не переживай. Встретимся нормально, все будет хорошо. Я рада. Ничего мы не боимся, ничего мы не опоздаем. Все будет нормально. Мы сейчас немножко прогуляемся по центральной улице, а уже завтра пойдем искать приключения себе на попу. Я думала, сейчас погуляем. Как хорошо, сейчас народу мало. Классно, прикольно, но нет. Нам надо будет. Сегодня мы отмечаем с Микой. Мика придет, она не хотела. Но она с нами будет. Классно. Смотри на меня. Давай я тебя снимаю. Попроще лицо. Я неделю дома сидела, конечно. Ну что это? Пошли, придем, успеемся. Занят. Так красиво. Здесь шашлык делают. Ну, сейчас просто сюда дошли. Посмотрели, прогулялись. Мы сейчас топаем с яйска обратно. Ага. Да, обратно. Так, нам будет спуститься. Так, ладно, спускаемся. А здесь, наверное, сейчас будет празднование какое-то. Все закрыли. Но мы сейчас должны уже топать. Нам уже надо убегать. Видите, народ сейчас нам будет праздновать. Но мы уходим. Тусить не будем? Пошли. Оп. Мы сматываемся. Мама. Мама. Ну да, как я в Патаре. Туса. Мама. Угу. Мама. Все, что там, наверное, тяжко. Уже устала. Всем поцелуй меня. Сима, поцелуй меня. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Сима. Сима, целуй. Ну, только что пришла, мне тут все вылезло. Я, видно, вспотела. И ушла. Хорошо, Вера, сейчас будем раздевать. Что-то у меня опять голова. У меня опять начались головные какие-то боли непонятные. Я так понимаю, она нервная почва, что ли. Сколько месяцев у меня ничего не было. Вот один раз заболела, и теперь оно бесконечно никак не проходит постоянно. Мама. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, моя девочка. Симош. Кс-кс. 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 Иди сюда. Иди массаж мне сделай. Иди ко мне. Симочка, иди сюда. Иди, моя девочка. Иди сюда. Коробка конфет. Была запечатанная. Вот. Такие подарочки. Яро тут вскрывает. Десять часов. Мы немножко посидели за столом. Заказали суши с этой. Но я не снимала. Мы все. Мы как-то отнытили. Да. Проводили старый год, да? Старый год. Но вот проводили. Ага. И так вот немножко мы. Что-то у меня голова просто таки много разболела. У меня последнее время, как голова сейчас болит, начинается паника. Не знаю, с чего опять. Потому что достала. Достала, достала, достала. Так что Лиза сейчас буду просто сидеть так вот балдеть. У меня как устала. Что-то она пришла. Слегла. Сейчас валяется. Там уснула. Вот. А мы тут сидим. Иди сюда. Так она осталась у нас сегодня дома. Ой, моя. Ой, моя. Как у тебя все хорошо получается сразу. Ручки обе работают, да, Вера? Когда хочется, когда нужно. Давай начнем. Вскрываю. Прямо и право, и правда прям сразу. Надо опять начать мне себя взять в руки. Опять начать массажи делать. Все. Все, хватит. Побалдели. Проводили старый Новый год. Поистерили. Завтра надо начинать. Яр, вытащил. Обалдеть. Размял ее там. Угостить тебя. А слюна-то что течет? Гороль. И, кстати, всех уже с наступившим Новым годом. Уже все. 2021. Обалдеть. Куда года летят? Куда время убегает? Вообще не успеваешь за ним. Мы, как всегда, уральских пельменей смотрим. У нас это любимое занятие. Двенадцать часов ночи. Новый год. Я подошла. У меня этот... Думаю, господи, двоится. Опять все то же самое. У нас, видите, опять кому-то в подъезде. Короче говоря, веселуха полная. У нас явно идет эпидемия здесь. Потому что вчера была машина в ночь рядом в подъезде. И сейчас вот опять тоже не знаю кому, кто. Но кому-то приехали. Вот так вот кто-то отмечает Новый год. Вот так вот весело. А мы уже, да, сейчас яська лег. Я сейчас с Андреем немножко поболтала. Что там у тебя есть? Поспать. Сейчас 12. Первый час. Миля спит. Бабуля телевизор смотрит. Я вот пошла помылась. Сейчас с Андреем немножко поболтали. Вроде он там полегче. Что-то там они кушают. Ну, давление 150. Сахар. Говорит, я сейчас нас ругают себе. Говорит, на завтра сахар. Говорит, да, тебя все равно инсулин кольнули. Так что немножко расслабляйся. Отдыхай. Они там, как-то мужчины. Они говорят, мне только одному дексаметазолу. Я говорю, ну просто ты самый молодой. Остальные уже прокололи. Не знаю, Яр, пока стоит машина, я не знаю. Будут кого-то забирать, не будут. Но вот машина у нас опять стоит рядышком. Я просто, главное, подходила как с Андреем. Подхожу к окну и думаю, господи, а потом до меня дошло, что, в принципе-то у нас Андрей тоже почти неделю в больнице. А вот так вот, так что, так вот всех. Еще раз с праздником уже наступившим, веселым. Мы будем отдыхать. Завтра 1 января. Даже вообще не верится, не верится, что уже Новый год наступил. Как-то время пролетело быстро. Надеюсь, все будет хорошо. Но лаборатория у Андрея, по-моему, сказала, работают с понедельника, с 4-го числа. И, возможно, поэтому я так думаю, что пока лаборатория не откроется, они же проверяют еще по анализам крови, наверное. Я так понимаю, что пока они анализы крови не проверят, что все хорошо, все нормально, то они их не отпустят просто-напросто. Самое главное, чтобы сейчас нам дексаметазол прекратили колоть ему, чтобы у него прекратились вот эти все воспалительные процессы. А, как говорится, он говорит, есть переосмысленно. Да не знаю, вот уезжают они. Не знаю, у кого были. Кого не забрали, не знаю. Сейчас, видите, мало кого забирают. Андрей из-за этого психовав, психует, что вроде как я его типа отправила в больницу. Ему все кажется, что он бы дома легче перенес, легче переболел. Этих бы проблем, которые сейчас у него в больнице, у него бы дома этого всего бы не вылезло. Вот так вот. Когда засыпаем, я всегда открываю окошко, но сейчас не знаю, получается, видите, вот он слышно, не слышно, прям тарахтит, тарахтит. Ладно, мы спать. А Яра хочет теперь окно закрывать. Будем духать и спать. Духать и спать. Продолжение следует...